Снова здравствуйте! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Снова мы сейчас будем делать распаковку. Начиная с предыдущего видео, обработка немножко превращается в шоу. Этим занимается человечек. От вас, да, еще раз. Есть какие-то замечания, нюансы, что понравилось, что не понравилось, пишите. Потому что, ну, как-то вот надо... Музыка та-не-та, да, там, не знаю, там... Слишком много чего-то, каких-то спецэффектов, не к месту. Ну, то есть, будьте любезны, пожалуйста, скажите, напишите. Станет веселей. Музыка Не стал я до конца смотреть, что у меня здесь находится. Так предварительно знаю. Поэтому, ну, может быть, будет даже небольшим сюрпризом. Музыка Знаете, я вот сейчас удивился, по какой причине здесь не кабель. Да, вот написано было кабель. А дальше я не прочитал, что идет кутер. Я был в полной уверенности, что здесь находится... Ммм... USB кабель для зарядки телефона. Ну, нет. Здесь находятся кусачки. Ну, вы знаете, достаточно хорошее качество. Подозреваю вот этот диэлектрик. В принципе, ими можно кусать. Проводов у меня нет. Проводов у меня под рукой сейчас нет. Ну, видимо, будет все хорошо. Единственное, знаете, что мне в них не нравится, то что они, видите, все время открыты. То есть, вот куснули, они открываются. Нет какой-нибудь вот защелочки, которая будет их держать в закрытом виде, чтобы они менее кололись, чем вот две открытые. Но, при всем при этом стоит недорого. Если вам такая вещь нужна в доме, заказывайте. Так, продолжим. Возникает вопрос, на кой ляд мне такая ручка? Ну, это не просто ручка, ребят. Даже не ручка, если быть точнее. Это маркер. А фишка заключается в чем? Вот мы им пишем. Ну, так вот, давайте поднарисуем. Вот желтеньким немножко, вроде как, заметно. Не знаю, как на бумаге будет это заметно или нет. А далее начинается самое интересное. Мы удаляем бумажку, которая защищает батарейки от того, чтобы они не разряжались. И включаем. Получается ультрафиолет. И видите, как в этом ультрафиолете четко видно. Не знаю, надо поэкспериментировать, наверное, на какой-то вот... Крестик такой небольшой, не сильно заметный. Да, очерканул. Видно, да, насколько он заметнее становится в ультрафиолете. Можно такую ручку подарить ребенку, рассказать ему о коммунистическом строе, о том, как дедушка Ленин писал молоком. Вот. И пускай ребенок играет в дедушку Ленина. Как мне такая вообще ерунда лезет в голову, не знаю. Воображение. Маркер. Пишем слабо заметный сам по себе, в ультрафиолете светится. То есть вот крестик. Нет, заметно, конечно, но в ультрафиолете особенно светится. Может быть, вам просто ультрафиолетовый фонарик. Нужен там деньги проверять. Почему нет? Достаточно недорого. Едем дальше. А куда едем-то? Ха-ха-ха. Распаковывать едем. Ребят, в этой посылке была упаковка. Все. Дальше, да, нет? Давайте дальше ее откроем. Значит, смысл какой? Вот есть достаточно известные марки, но при всем при этом, если приглядеться, если приглядеться, особенно к их упаковке, становится понятно, что где-то какой-то завод чего-то делает и просто разные логотипы на все это дело пишет. То же самое, видимо, здесь. Возможно. Не уверен. Точно не скажу. Но по фотографиям, а фотографии, как правило, используются одни и те же, независимо от того, что написано на упаковке, такие подозрения у меня поддерживаются. Так, значит, что мы видим в комплекте? Мы видим в комплекте вкладыш, мы видим кабель для зарядки и какую-то там инструкцию. Вот зачем я все это дело сейчас упаковал? Я не могу это после видео упаковать. Могу, да, все, в сторону, забыли. Идем к товарам. Иди сюда, мой дорогой. Значит, смотрите. Был у меня уже обзор, только все это дело называлось имелоторговую марку ROG. Да, теперь это имеет торговую марку XL1. Да-да, и какая разница. Принцип тот же. Значит, у нас есть выход. Во-первых, все это дело вставляется в прикуриватель в автомобиль. Есть у нас выход, и это USB, от него можно заряжать что-то. И плюс у нас здесь помещается Bluetooth. Вы знаете, вот очень интересный еще вопрос, который связан вот с этой вот дырочкой. Не является ли она микрофоном? Значит, по выходу 5 вольт, 2 ампера, да, то есть вполне хорошая зарядка. Смысл у нас какой? Селим в машину, едем, происходит звонок. Особенно если вы пользуетесь держалкой роковской, ну, внимать из нее телефон крайне неудобно. Делаем что? Нажимаем кнопку. Гарнитурка выскочила. Очень быстро она сконнектировалась с телефоном. Вы ее очень быстренько вставили в ухо, ответили на звонок, поговорили, вернули обратно. Все легко, все просто. Есть, знаете, вот неудобства, то есть если она у вас просто в ухе воткнута, да, то для того, чтобы ответить, надо нажать эту кнопку. А так как у вас здесь находится ушная раковина, эту кнопку нажимать, ну, достаточно неудобно, да. Второй минус, то что вы можете ее подзаряжать только используя автомобильную зарядку, то есть если вы вышли из машины, где-то там ходите, бродите, и у вас разрядился в итоге этот Bluetooth, ну, подзарядить вам его будет негде. Это вот второй минус. В остальном, ну, по-моему, сплошные плюсы. Стоит вот такой подешевле, да, заметно подешевле, чем роковский, в процентном соотношении, что вообще в целом. Я сейчас что хочу сделать? Я сейчас хочу прикуриватель, у меня используется для видеорегистрации, вывести видеорегистратор напрямую и начать пользоваться вот такой приблуд. Она мне, в принципе, нравится. Есть у меня штатная Bluetooth в машине, но, ребят, честно, это совсем не то. То есть ты подключаешься, кто-то с тобой едет, ты алё, говоришь, все все слышат. А здесь хочешь по телефону ответил? Да, хочешь ответить Bluetooth, нажал кнопку, она быстро сконнектировалась с телефоном, ты ответил. Помимо прочего, зарядка, ну, остаётся, свободен штекер, то есть, пожалуйста, заряжайте то, что вам надо. Очень даже нравится, ну, то есть, вот как бы, если это ваше, смело берите. Дальше. А вот какой-то у нас пакетик лежит. Бездела, бесхозный, бедный пакетик. Давайте откроем, давайте посмотрим. Бла-бла-бла, неинтересно. Вот это вот уже повеселее. Значит, есть, что это такое? Это переходник с микро-USB на Type-C. Type-C, на самом деле, кстати, удобная штука, то есть тебе не надо переворачивать туда-сюда, понимая, какой стороной тебе воткнуть. Вот. Простые ноунеймы, ну, стоят реально там, ну, не две копейки, конечно, но там по 12-15 рублей, их вполне можно найти. Да что мне его вынимать-то, в принципе. Переходник и Переходник. А вот этот Роковский, он стоит там что-то там 100 с чем-то рублей, это с одной стороны много, с другой стороны, ну, зато не будет потери в сигнале и так далее, и тому подобное. Взял, я не знаю почему, просто мне захотелось посмотреть, что это такое, с чем его едят. Ну, вот я взял и осматривал. Мне рекомендовать брать такой дорогой или более дешевый, ну, честно, не знаю. Значит, зарядное устройство. 5 вольт, 1 амперник, да, то есть, ну, ничего такого экстра нет. При этом комплектуется кабелем. Кабель, ну, заявляется хорошего качества. Значит, с зарядками. Вроде как у меня сет собрался, за исключением зарядки, которая... Как это сказать? Quick Charge, да, быстрая зарядка. Есть там 2.0, есть 3.0, которая может выдавать как 5 вольт, 2 ампера. Если идет поддержка у вас, да, там начинает выдавать до 9, по-моему, вольт и остается 2 ампера. Дальше начинает выдавать 12 вольт, 1,5 ампера. А у меня теперь есть телефон, который поддерживает, в принципе, функцию быстрой зарядки. У меня даже, я скажу больше, идут зарядники, да, адаптеры с функцией быстрой зарядки. И вот я не знаю, то ли все-таки подождать, да, и вместе с ними протестировать, то ли не ждать. Опять же, ну, с кабелями вроде тоже все понятно, кабеля есть. В общем, пока не знаю. Ну, напишите ваше мнение. Ждать, не ждать. Вот, начав делать пересыл Почты России, я осознал ценность вот этих вот пузырчиков AirBaker, да, то есть вот я теперь их сохраняю. И если у меня пользуется услугой, да, купить телефон в наличии по цене Алиэкспресс. А у меня такая услуга есть, то есть я отправляю телефон ровно по той цене, какую он стоит у продавца на Али. Единственное, ну, нужно доплатить за стоимость пересыла. То есть если это простая почта, да, то это стоит приблизительно 300 рублей. Если это ускоренное с курьером на дом, ну, опять же, курьер есть в вашем городе, поддерживается, то это стоит примерно 700 рублей. А если отправка идет в другие страны, ну, здесь надо вот общаться. Пишите мне в ВКонтакте, ежели чего, да, мы это можем обсудить. А значит, что у нас пришло? Старший-младший брат, как сказать? Значит, вот сразу переходники, ну, они ужасны, они реально ужасны, поэтому, да, либо хороший адаптер под непосредственно ваш телефон, либо такую вещь, как переходничочек на... Что такое вещь? Переходник, ну, просто нормального качества. Так, давайте будем открывать. Итак, давайте предметы. Значит, перед нами Lenovo Vibe Shot, он же Z90. Были с красной каемкой, были с серой каемкой. Все, остались только белые. С одной стороны, вроде белый цвет, ну, специфический, некоторые говорят, нет, там белый цвет, фу-фу. С другой стороны, как только вы надеваете с обратной стороны чехол, ну, а-ля Нилкина, да, то, что он белый, ну, становится не видно. В принципе, он заметно дороже сейчас стал, чем его собрат P1, но у него есть ряд плюсов. Также, в принципе, есть, наверное, ряд минусов. Так, плюсы у него получаются какие? Он мощнее, да, это точно, потому что у него тактовая частота процессора 1.7 против здесь 1.5. Второй момент, он поменьше, да, то есть вы видите, он достаточно существенно поменьше. Здесь пятерка диагональ, Full HD, а здесь пять с половиной. Ну, где плюс, где минус, ну, однозначно сказать нельзя, да, потому что каждый по-своему хорош. P1, он такой выпуклый, стандартный, как телефон. Lenovo, он чем-то на iPhone, что ли, больше похож. Опять же, у вайпшота, у него есть кнопка камеры вот здесь, можно снимать, нажимая эту кнопку, и, ну, чем-то он напоминает iPhone, плюс Ростест сам по себе стоит, ну, дорого, да, там, по-моему, 26 тысяч сейчас Ростест стоит. А, значит, обновляется по воздуху, прошивка полностью русифицированная, все хорошо, 4G работает на обоих операторах, и второй его плюс относительно вайп P1, это то, что у него встроенной памяти 32 гигабайт. У P1 встроенной памяти 16 гигабайт, ну, можно вставлять флешку, в принципе, флешка вставляется до 128 гигов, то есть, ну, прям вот, много-много получается. Не знаю, насколько точно передастся качество, качественно передастся цвет, да, то есть, ну, вот, вот так вот у нас выглядит серый цвет, спереди он черный, вот так выглядит золотой цвет, спереди он золотой, ну, и сзади тоже золотой, немножко с таким розоватым оттенком, ну, то есть, чисто предварительно. Первый серый я забрал себе, вот этот сейчас уходит в Краснодарский край, сегодня-завтра я его отправлю, вот этот золотой, скорее всего, заберет моя супруга, ну, вроде как он ей тоже понравился. Плюшек разных, разнообразных у этого телефона много, да, это достойно отдельного обзора, поэтому, ну, вот, я сейчас подготовлюсь к этому обзору, пойму, какие вещи в нем отражать, раскидать это на несколько видео, либо засунуть все это дело в одно видео, ну, пока не знаю, да, то есть, если вы напишите там свои пожелания, тем самым мне это поможете, ну, будет гораздо веселее. Опять же, у Lenovo очень важный момент, вот это P1 C58, а есть еще C72, у него отличие заключается в чем? то, что есть NFC, по-моему, называется эта функция, а беспроводная, то есть, можно подключить, ну, использовать его как билет для прохода в метро, там, например, привязать сюда карту, то есть, ну, единственное, он будет стоить там подороже где-то примерно на 2000. Если вам NFC нужен, 72-я версия, если не нужен, 58-я. У меня в наличии будут всегда находиться телефоны на 58-й серию, то есть, вот, буду стараться их всегда держать в наличии, оба цвета, Z90, кстати, черный один у меня остался, если хотите, могу отдать. Засим, думаю, все, заходите в группу ВКонтакте, оставляйте отзывы о своих покупках с Китая, смотрите чужие отзывы о покупках с Китая, канал понравился, подписывайтесь, полазите, там достаточно большое количество разных, разнообразных видео, ну, до скорых встреч, всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok